У нас так принято, что мы пытаемся формировать совместную политику в рамках ЕС. Если у Германии какое-то мнение, то мы общаемся на эту тему с нашими 26 партнерами в Европейском Союзе и согласовываем свои высказывания. Российский президент всегда знает, когда у европейцев нет единого мнения, мы не всегда в состоянии договориться, но если мнение единое сформировано, мы как и положительное, так и отрицательное мнение высказываем, критическое мнение. И я не думаю, что следует понимать любую критику как деструктивную. Мы слегка изумлены, что обеспокоены, что существует целый ряд законов в последнее время, у которых я не вижу, что они служат тому, чтобы, например, содействовать организации свободных групп. Это нас беспокоит, и мы об этом говорим, и будем говорить об этом. И это не какая-то деструктивная позиция. Мы спрашиваем, хорошо ли это для развития в России, или, может быть, нехорошо, как и российская молодёжь говорит нам, что ей не нравится наша визовая политика. Мы, конечно же, не только правительство имеет своё мнение, но и мы принимаем всерьёз обычно мнение оппозиции. Часто очень и много нас критикуют. Мы привыкли к таким ситуациям, что большинство удается сформировать очень-очень небольшое, где нужно убеждать других. И я думаю, что не надо бояться того, если у людей другое мнение, потому что таким образом, может быть, достигнуть прогресс, и можно чему-то научиться. Обратите внимание, что сказала госпожа федеральная канцеля. Она сказала, что мы сначала советуемся с 26 другими странами, а потом излагаем общую позицию. В экономике это называется картельный сговор. А картель – это всегда плохое дело. Надо бы иметь и собственную позицию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!